Соседний дом есть, у них общая дворовая территория. От него заявки не поступало. Случаи из разряда за себя и за того парня. Жители дома номер 42 по улице Комсомольской решили не ждать инициативы от своих малоактивных соседей по двору, которые в программу «Городская среда» заявку даже не думали подавать, а потому в добровольном порядке взвалили на себя двойную работу. Провели собрание, провели голосование. У нас проголосовало жителей, собственников больше 80%. Все документы, которые были в пакете, собрали. Двор у нас на два дома. Наш и 41-й Панекрасова. Проект мы делали тоже на два дома. Активисты помогли бы соседям, но так нельзя, по условиям проекта, поясняет жителям. Либо ремонтируется часть территории, относящейся к одному дому, либо официально подается заявка от двух домов. Чтобы ремонт был комплексным, волокжанам советуют все же найти общий язык с соседями, которые, конечно, в курсе общей проблемы. Нигде не пройти все. Если дождь, то лужи, соответственно, грязь. Отсутствие комплексности, пожалуй, общий недочет многих заявок, которые попали в число 94 дворов в рамках первого этапа проекта «Городская среда». Приняв правильно оформленное заявление, комиссия, представители партии «Единая Россия», городские власти, члены общественного совета на месте осматривали придомовые территории. Уже на выездах конкретно разбирали каждый проект. К примеру, при оформлении документов на двор по Карла Маркса 60А и 62А местные жители не учли въезд со стороны улицы Некрасова. Скорее всего, придется заново подавать заявку уже в следующий этап. Начать с чистого листа эксперты советуют и еще по одной причине. Участок для запланированной парковки сейчас сплошная грязь. Проблема в ливневке. А техническое здание, когда давали, ливневку-то указывали? Здесь говорили про ливневку, но они не брали в проект ливневку сюда. В общем, мы будем на катке. Местные активисты так ждут ремонта, что согласны и на проект без дренажа. Жильцы готовы лично контролировать ход строительства, чтобы правильно делались откосы. Но инициаторы программы «Городская среда» рекомендуют не спешить и переоформить документы уже более вдумчиво. Как показала практика, недочеты могут быть и в тех заявках, которые все же прошли в первый этап. Некоторые моменты, касающиеся улучшений, мы сегодня обсуждали с жителями этих домов. Соответственно, подумают, посоветуются с проектантами. Это касалось, прежде всего, водоуборки, ливневой канализации и так далее. Поэтому, возможно, какие-то корректики будут несены. Идея федерального проекта «Городская среда», который реализует партия «Единая Россия», не просто в том, чтобы отремонтировать отдельные дворы. Главная мысль – сплотить жителей соседних дворов, чтобы они вместе принимали решение, где обустраивать игровую площадку, где нужна парковка, где необходим ремонт дорог. Положительные примеры такого единства уже имеются. Хороший пример, куда мы уезжали, на улице Витошкина, где жильцы нескольких домов собрались, подали заявки комплексно. И, допустим, они договорились о том, что общую детскую площадку сделать в одном дворе, а в одном из дворов, которые подали заявку, сделать большую парковку на оба соседних дома. Жить единой идеей о близком преображении территории возле своих домов оказалось интересным для соседей некоторых дворов микрорайонов Ковырина, Бывалого, Чернышевского, отмечают кураторы проекта. Однако и остальным учесть ошибки еще не поздно, чтобы попасть в следующий этап проекта, запланированный на 2018-2022 годы. Все дворы, вошедшие в первый этап, комиссия осмотрела. Теперь предстоит сделать самое важное – почти из сотни выбрать треть территорий, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Будут учтены результаты голосований в Алакжан в интернете и на бланках. Результаты комиссии озвучит в начале мая. Екатерина Шабалова, Михаил Протасов, Волг ДРФ